Строение клетки Клетка – основная структурно-функциональная единица живых организмов. У каждой клетки, вне зависимости от происхождения, есть три неизменных элемента. Первый – клеточная мембрана. Она отграничивает содержимое клетки от внешней среды. Второй – цитоплазма. Это вязкая полужидкая среда клетки. И третья – ДНК, в которой сосредоточен наследственный материал. Все клетки подразделяют на две большие категории. Первая – эукариотические клетки. У них есть оформленное ядро и органоиды. Клетки эукариот более сложные и разнообразные. Примерами таких являются клетки растений и животных. Вторая – прокариотические клетки. У них есть наследственный материал, но отсутствуют мембранные органоиды и четко оформленное ядро. Прокариотические организмы – бактерии – состоят только из одной клетки и потому называются одноклеточными. А что такое органоиды? Органоиды или органеллы – это элементы клетки, выполняющие определенные функции. Начнем с ядра. Именно ядро обеспечивает контроль над всеми процессами жизнедеятельности клетки. В ядре содержится наследственный материал, представленный ДНК. ДНК предписывает клетке, что ей нужно делать и каким образом. Внутри мембраны ядра можно обнаружить хроматин – массивные переплетенные комплексы ДНК и белков. Перед тем, как клетка начнет делиться, хроматин компактизируется в соответствующие структуры – хромосомы. В ядре также содержится ядрышко. Именно в нем образуются рибосомы. Как только они покидают ядро, начинается важный процесс – биосинтез белка. За пределами ядра рибосомы существуют и словно плавают в полувязкой субстанции – цитоплазме. Рибосомы могут либо свободно плавать в цитоплазме, либо прикрепляются к определенной структуре – эндоплазматической сети, или сокращенно ЭПС. Существует две разновидности ЭПС – шероховатая, которой, собственно, и прикрепляются рибосомы, и гладкая, на которой рибосомы отсутствуют. ЭПС представляет из себя мембранный канал, который транспортирует различные вещества, к примеру, белки, образовавшиеся в ходе биосинтеза. Белки и другие вещества покидают ЭПС в особых пузырьках – в визикулах, и затем попадают в другой органоид, который называется аппарат Гольджи, или комплекс Гольджи. Белки и другие органические вещества попадают в аппарат Гольджи и проходят модификацию для того, чтобы клетки могли их использовать. К примеру, модификация белков происходит путем придания им нужной формы, или добавлением других молекул, к примеру, липидов или углеводов. Мешковато подобные органоиды, которые называются вакуоли, накапливают различные вещества в растительной клетке. К примеру, центральная вакуоль запасает клеточный сок. Вернемся к животной клетке. Обратите внимание на органоиды под названием лизосомы. Они, словно мусорщики, занимаются ликвидацией поврежденных и изношенных клеток. Лизосомы заполнены протеолитическими ферментами, благодаря которым им удается расщеплять клеточные останки. Органоиды митохондрии можно назвать энергетическими станциями клетки, как растений, так и животных. В течение процесса под названием клеточное дыхание, митохондрии синтезируют молекулы АТФ, которые обеспечивают энергией и компенсируют энергозатраты всех клеток организма. Чем больше клетка нуждается в энергии, тем больше в ней содержится митохондрий. Кстати, а за счет чего клетка может поддерживать свою форму? Именно за счет органоида под названием цитоскелет. Цитоскелет состоит из целого сплетения белковых нитей, микрофиламентов, а также тонких полых микротрубочек. В некоторых организмах, автотрофах, то есть вырабатывающих питательные вещества самостоятельно, например растения, существуют специфичные органоиды, хлоропласты, в которых протекает процесс фотосинтеза. Зеленый цвет обусловлен содержанием в них пигмента хлорофила. Также в растительных клетках, помимо упомянутой ранее клеточной мембраны, существует внешняя прочная клеточная стенка, которая выполняет формообразующую и защитную функцию. Клетки животных не имеют клеточной стенки. Существуют определенные структуры, которые есть только в некоторых клетках. Приведем пример. Дыхательные пути человека выстланы особым мерцательным эпителием. Такой эпителий имеет микроскопические выросты, реснички, которые путем волнообразных движений способны задерживать и эвакуировать из дыхательных путей мелкие частицы и пыль. При кашле они окончательно выводятся из организма. Еще одна поверхностная структура, жгутик, предназначена для передвижения прокариотических и эукариотических организмов. В теле человека только сперматозоиды имеют жгутики. Подытожим самое важное. Клетки растений и животных эукариотические, то есть имеют оформленное ядро и мембранные органоиды. Клетки прокариот, бактерий, не имеют ядра и мембранных органоидов. Однако у всех клеток есть клеточная мембрана, цитоплазма и наследственный материал. Несмотря на то, что хлоропласты есть только у растительных клеток, митохондрии присутствуют как в клетках животных, так и растений. Субтитры создавал DimaTorzok